Накануне в Якутии в пятый раз отметили День Полярника. В этот праздник принято отдавать дань уважения многим поколениям отважных людей из самых разных профессий, посвятивших свою жизнь служению России в тяжелых условиях Арктики и Антарктики. Одним из ярких моментов праздника в столице республики стал заплыв в ледяной воде на пляже 202 микрорайона. Все желающие могли на выбор преодолеть три дистанции. Рассказывает Юлия Великодная. На реке Лена, с которой только сошел лед, состоялся заплыв. Все желающие могли выбрать дистанцию 220, 80 или 50 метров. Первый заплыв осуществили гости столицы, которые прибыли, чтобы поучаствовать в эстафете по пути святителя Иннокентия. Стоит отметить, что женщина впервые совершила заплыв на 220 метров в ледяной воде. День Полярника и к дню святителя Иннокентия. Пустыми руками не приехали. Мы хотим казачьему войску подарить землю с села Анга, где родился святитель Иннокентий. Вручаю вам торжественно нашу землю. Спасибо, огромное спасибо. Температура воды 3 градуса по Цельсию. Для безопасности пловцов сопровождали водолазы и спасатели в лодке. При длительном нахождении в холодной воде может сбиться дыхание и начаться головокружение. Поэтому оперативные службы были на чеку. В дежуре спасатели, водолазы, медики обеспечивается безопасность как на воде, так и осуществляется пешее береговое патрулирование. Пожелаем участникам удачи. Мы за здоровый образ жизни. Поговорится, чтобы тело и душа были молоды. Всех с днем Полярника. В заплыве на 80 метров с большим отрывом победил Александр Ефремов. Он ведет здоровый образ жизни, а победу состязаний посвятил своему деду. Я деда за победу. У меня дед воевал. Остался в Калининском фронте, в городе Терри. Я за него посвящаю свою победу. Я каждое утро закаливаюсь холодной водой. Не пью, не курю. И всем этого советую. Заплыв стал вторым этапом духовно-просветительского проекта. Первый прошел в Иркутске. Также мероприятия пройдут во всех городах, где служил святитель Иннокентий. Мужество просветителей и первых освоителей Арктики может вдохновить людей на закаливание холодной водой. Юлия Великодная, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.